Даже можно сейчас сначала сформулировать задачу абстрактно, с обратного конца пойдем, не так, как я обычно это делаю, а потом подвести под эту содержательную базу. Итак, у нас есть множество чисел от 1 до n, есть k, не превосходящее n пополам, s, не превосходящее c из n по k, есть n красивая, которая состоит из k сочетаний различных, в количестве s штук, совокупность подмножеств, это мы только что вспоминали, есть такая совокупность подмножеств. Давайте назовем системой общих представителей, общих представителей для совокупности m красивая, назовем любое множество s большое, не путать с s маленьким, любое множество s большое из 1, 2 и так далее n, такое, что s большое, пересеченное с мытом, не пусто для любого и от единицы до s маленьких. Узнаете определение? Да. Оно пересекается с каждым множеством отсюда. Раньше мы такое называли хорошим. Когда я математическое ожидание считал, у меня произнес термин хорошим. На самом деле есть более специальный термин, оно называется не хорошим, оно называется системой общих представителей. Ну, смысл понятен. Мы из каждого множества нашей совокупности берем вот сюда хотя бы по одному представителю. Именно поэтому пересечение получается не пустым. Берем из каждого множества хотя бы по одному представителю. Поэтому у нас получается система представителей. Формальное определение ясно, да? Мотивировка, обычно такая вот приятная, доступная школьнику, она следующая. Я думаю, что вас она тоже должна порадовать. Значит, мотивировка такая. Есть сколько-то школьников. Ну, пускай n. Я бы школьник. Мы хотим из этих n школьников выбрать команду для участия в какой-нибудь там олимпиаде. Командном соревновании. Хотим составить из этих n школьников, сколько-то выбрать, сколько-то из этих n школьников команду для участия в каком-то командном соревновании по математике. Мы знаем заранее, что в этом соревновании В основании могут быть вопросы по самым разным, конечно, областям математики. И, естественно, нам хочется добиться того, чтобы в нашей команде присутствовало по представителю от каждой, так сказать, области. Ну, давайте так, вот какие есть области, какие мы знаем области. Есть комбинатор, например, любимая, да? Естественно, нам хочется, чтобы в нашей команде был школьник, который умеет очень хорошо решать комбинаторные задачи. А, вы предлагаете, я что-то торможу, да? Алгебра, логика, да? Алгебра, логика, теория чисел. Геометрия. Геометрия, вероятность. Геометрия. Вероятность. Ну, не важно, сколько давайте и так далее. Всего S. В различных предметах. Всего S в различных предметах. Так. Ну, а как нам сделать так, чтобы выбрать из наших N школьников товарищей, сколько-то товарищей, так, чтобы среди этих скольких-то товарищей были и лучшие комбинаторщики, и лучшие алгебраисты, и лучшие логики. И так далее. Ну, конечно, теоретически может случиться, что среди этих N школьников есть один гениальный бундеркинд, который лучше всех остальных решает и по комбинаторике задачи, и по логике, и по логике и так далее. Там мы можем взять его одному, отправить на Олимпиаду и не париться. Ну, вы понимаете, да? Да. Денег меньше потратим. Понимаете, тут есть еще одна мотивировка. Нам не хочется посылать всех N школьников. Конечно, если мы отправим всех N школьников, мы точно худеть, будет гигантская команда. Но, нет, хочется небольшую команду. Есть ограничения. Есть ограничения, да. Хочется, по идее, хочется добиться сокращения финансирования, как можно меньше потратить на мероприятие. Ну, то есть хочется поменьше. Ну, хорошо, в любом случае, тогда надо делать какой-то отбор. Ну, давайте сделаем такой отбор. Проведем внутри вот этой группы из N школьников Олимпиаду к комбинатору. И выберем K лучших школьников. Где K, это тот параметр, который мы вольны выбирать как угодно, там, 10. Выберем K лучших комбинаторщиков. K лучших комбинаторщиков. Потом проведем Олимпиаду по алгебре и выберем K лучших алгебралистов. Ну, и так далее. Проведем S, N, V, и в каждой Олимпиаде отберем K лучших. Это вам выбрали SK человек? А? Это вам выбрали. Пока мы выбрали, да, в каком-то смысле SK человек. То есть, ну, но при этом среди K лучших комбинаторщиков может быть и K, сколько-то лучше алгебраистов. То есть, вот эти SK, это не разные люди, только могут быть пересечения. Но, смотрите, что у нас в итоге получилось? То у нас получилось ровно вот это. K лучших комбинаторщиков, это множество M1, мощность K. K лучших алгебраистов, это множество M2, мощность K. И все это подмножество, множество из F-школьников, которых мы там как-то злумировали. Да. Согласны? Да. И в итоге у нас получается S подмножество, потому что S же алимпиад провели. Да. S предметов, S алимпиад, S подмножество. M1 и так далее, MS. А теперь смотрите на определение системы общих представителей. Это же ведь и есть команда. Любая система общих представителей – это команда. Другое дело, что есть дурацкая система общих представителей, которая состоит обратно из всех кодиков. Но у нас денег не хватит. Поэтому типичная задача про систему общих представителей – найти систему общих представителей наименьшей мощности. Самую маленькую. Систему общих представителей. Постановка задач ясна? Да. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Разберем какой-нибудь пример.